Я занимаюсь исследованиями в области когнитивной нейронауки. И я последние 30 лет посвятила изучению работы мозга, как формируются мысли. И я 22 года занималась медицинской практикой. И последние 7 или 8 лет я езжу по всему миру и я учу. Учу людей о том, как работает мозг. Говорю о Библии. И я показываю людям, что наука всего лишь пытается угнаться за всем тем, что уже написано в Библии. Бог создал науку. И наука дана нам лишь для того, чтобы мы через науку поклонялись тому же Богу. У нас четверо детей. Нашему сыну 16. И однажды наш сын читал книгу одного автора, которая называлась «Утопия». И он мне прислал. И он мне прислал небольшую выдержку из этой книги. И там говорилось о том, что Богу нравится, когда мы, конечно, с уважением относимся к науке, точно так же, как художник может относиться к произведению своему. Но внизу мой сын дописал, была приписка. Мама, именно поэтому ты любишь то, что ты делаешь. Потому что ты, занимаясь наукой, этим почитаешь Бога. И это на самом деле огромная правда. Чем больше я изучаю работу мозга, чем больше исследований я провожу, каждый раз, когда я учу людей, я все больше и больше через все это влюбляюсь в Бога. И я радуюсь все больше и больше. Как энергайзер-бонни. Вы знаете, я радуюсь, как кролик, который показывает в рекламе батареек, энергайзер. Может быть, кто-то видел, такой розовый, знаете, бегает. И я думаю, что пасты Рик и Денис, они такие же. Мы все время, говоря с ними, можем обсуждать замечательные вещи, которые делает Господь. И в Малахии написано, что Богу доставляет радость, когда мы говорим о Нем. И когда святые говорят о Боге, все это заносится в книгу. Итак, сегодня мы будем говорить о Боге и о науке. Я здесь с пятницы, и я с пятницы говорю о той связи, которая существует между нашим мозгом, между Богом и наукой. И сегодня утром мы сделаем небольшой обзор, мы повторим уже пройденный материал, и мы также будем говорить о новых вещах. Вы, люди, думающие, и творение, ты думающие существо. Ты создан по образу и подобию Божьему. У тебя очень мощный разум. И в Библии написано, что тебе дан дух силы, любви и целомудрия. И Бог создал тебя таким образом, что у тебя есть способность думать и избирать. Бог наделил нас способностью выбирать. У нас есть дар свободной воли. И философы и ученые на протяжении многих лет спорят о том, есть ли у человека на самом деле свободная воля или нет. Но на самом деле они глупы. Потому что даже не нужно об этом спорить, ведь есть Библия. На самом деле человек обладает свободной волей. И для того, чтобы вести любые споры, дебатировать, даже для этого нужна свободная воля. Это уже доказывает ее наличие. Итак, Бог говорит нам, я предлагаю тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери же, избери жизнь. Чтобы ты и потомство твое могли жить. Это Второзаконие 30.19. Это очень сильное местописание, и таких мест в Библии много. Но я хочу, чтобы вы обратили на следующую важную мысль в этом месте Писания. У вас есть способность думать, и у вас есть способность избирать. И ваша способность думать и избирать является силой творить. Бог может думать, и Бог может выбирать, а вы созданы по образу и подобию Божьему. И Бог размышлял о том, как нас сотворить, и когда Он принял решение, Он Своим Словом нас создал. И Бог вложил в нас ту же самую способность творить. Вы же, конечно, знакомы с этим учением, что наши слова обладают силой. Наши слова обладают способностью что-то создавать и творить. Вы же слышали, что написано в Библии, каковы мысли в сердце человека, таков и человек. От избытка сердца говорят уста. Все это в Библии подтверждает, что наш разум обладает способностью творить и создавать. Итак, наш разум обладает способностью избирать и думать. И чувствовать. Итак, ваша душа, ваша душа, это ваш разум. Это ваша способность выбирать, это ваш интеллект, это ваша воля, это ваши эмоции. И если вы думаете, вы что-то избираете, то все это произведет физические изменения в вашем теле, в вашем организме. Итак, когда вы думаете и когда вы что-то выбираете, это влияет на ваше ДНК. Прямо сейчас, в этот момент, ваша ДНК на самом деле ДНК действует, работает, так как вы сейчас перевариваете то, что я говорю, вы обрабатываете эту информацию. И сейчас происходит синтез белка, синтез протеина. И этот протеин образуется в структуре в вашем мозге, создаются новые структуры. 40 миллиардов действий в секунду сейчас происходит в вашей голове. И эти структуры, которые создаются, физические структуры, которые создаются в голове, это ваши мысли. Мысли существуют. Мысли обладают физическим строением, и они живут в нашей голове. Мысли — это воспоминания. С того момента, как вы были в очреве, мысли уже начали накапливаться. И каждый день, пока вы живете, в вашей голове будут появляться новые мысли, и мысли будут с вами. И когда вы будете на небесах, у вас вообще будут совершенные мысли. Итак, каждый день, минута за минутой, вы думаете, вы что-то избираете, вы что-то создаете. Давайте посмотрим на рисунок на экране, пожалуйста. Пожалуйста, это в разрезе наш мозг. И вы увидите то, что происходит. Вы увидите то, что происходит. Пожалуйста, свет немного приглушите. Смотрите, вот где красная тучка. Вот это мысли в их физическом выражении. Вот так выглядят мысли в голове. И когда вы думаете, когда вы думаете, появляются сигналы. И благодаря этим сигналам меняется физическое строение мозга. Вот эти веточки, которые вы видите, это ваши мысли, которые растут по мере того, как вы думаете. Вот эта структура является мыслью. И там вся эта информация, все воспоминания спрятаны внутри. Все эмоции выглядят вот так. И когда ваша голова работает, все приходит в движение. Когда вы думаете, вы влияете на хромозоны. Хромозоны — это составляющие ДНК. И в ДНК содержится наш генетический код. А генетический код задает тон протеинам. Аминокислоты, которые потом превращаются в белки или в протеины. Аминокислоты, которые потом превращаются в протеины. И потом эти протеины также делятся на разные отделы, на разные группы. И они несут в себе ту информацию, которую вы сейчас усваиваете. Прямо сейчас ваше ДНК помогает генам начинать действовать. И происходит синтез белка. Вырабатывается белок, и появляются эти ветви в вашей голове. Они растут и растут. Вы создаете мысли, и мысли существуют в физическом выражении. И они живут в доме, в вашей голове. Ваша голова как дом. И вот здесь у нас на сцене есть, вот эти зеленые деревья являются хорошими мыслями. Вот это зеленое дерево, хорошие мысли, которые есть в вашей голове. И вот это Бог, дерево большое. И Божье слово острее, оно живое и действенное, острее любого меча обоюда острого. А мы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому для нас нормальным состоянием является правильное мышление. Норма для нас принимать правильные решения, выбирать то, что нужно. Для нас нормальным состоянием является вырабатывание хороших мыслей. И самое главное решение, которое человек может принять, это решение быть связанным с Божьим Словом. Родиться свыше, родиться заново. Связаться, быть на лозе. Потому что когда мы не пребываем на лозе, мы умираем. И насаждаемое Божье Слово спасает нашу душу. Иакова 1.21 И ваша душа контролирует ваш мозг. И ваш мозг, в свою очередь, контролирует ваше тело. И ваша душа это где протекают мысли, где вы думаете. И ваша душа, мыслительные процессы определят, насколько хорошо вы будете развиваться духовно. И так от ваших решений зависит, ибо вы принимаете решение. вы можете избрать Христа, вы можете решить, что будете изучать Божье Слово, вы принимаете решение, что будете благодарить и славить Бога. Вы принимаете решение стараться быть в Божьем присутствии. Вот это нормальное состояние для вас. А вот это уже ненормальное состояние. Вот это зона, в которой мы должны жить, мы предназначены жить в любви. И ученые доказали, что человек первоначально был задуман и создан для того, чтобы жить в любви. На самом деле наш мозг и все в нас создано для того, чтобы жить только в любви и с любовью. И когда вы думаете и принимаете плохие, неправильные решения, ДНК по-прежнему работает, все работает. По-прежнему синтез белка происходит, протеины появляются. Но из-за вашего плохого выбора из-за вашего плохого решения сигнал искажается. И протеины уже меняются, они тоже искажаются. И в вашей голове появляются вот такие ужасные деревья. И вот это черное дерево показывает нам ядовитую токсичную мысль. И это то, что делает враг. Это грех. И вы же не хотите, чтобы в вашей голове были черные деревья. Римлянам 12.2 говорит, что нам следует обновлять свое мышление, свой разум. И я с научной точки зрения объясняю, показываю вам, как вы можете изменить то, что в вашей голове. Потому что обновление мышления должно превратиться в образ жизни. Обновлением мышления мы должны заниматься всю жизнь. Обновление мышления это не то, что ты делаешь лишь однажды. Обновлением мышления тебе нужно заниматься постоянно. Откровение 22 написано, что ангел показал ему реку жизни. И она была прозрачной. Эта река текла от престола Божьего. Эта река текла по улицам. И по сторонам этой улицы с обеих сторон были деревья жизни, которые каждый месяц приносили 12 плодов. А листья этого деревья были даны для исцеления народов. Когда ты пьешь из этого источника, из этого колодца жизни, твои деревья, которые есть в тебе, начнут каждый месяц приносить плод. И зеленые листья, которые появятся в твоей голове, принесут исцеление твоей душе, твоему телу и твоему разуму. И так как наши жизни переплетены, наши жизни переплетаются, и мы своим поведением влияем не только на свою душу, на свое тело и на свой дух, но мы также оказываем влияние на людей, которых мы любим, на тех, с кем у нас есть отношения, на тех, с кем рядом мы работаем. Мы влияем на Иудею, на Самарию, и также мы оказываем влияние до краев земли. И мы можем оказать влияние на жизнь следующих четырех поколений. И наши дети смогут оказать влияние на жизнь четырех поколений. И их дети смогут оказать влияние на жизнь четырех поколений. Итак, мысли, которые вы сегодня создаете и строите в своей голове, влияют не только на ваше здоровье, они влияют не только на ваше умственное состояние, на физическое состояние, но также вы можете оказать влияние на людей, которые окружают вас. Вы оказываете влияние на мир и на следующие четыре поколения. На нас лежит огромная ответственность. И нам, телу Христову, пришло время восстать, подняться. И мы должны вести зрелую, мыслительную, умственную жизнь. И мы должны осознать, что мы не можем позволить непроверенным мыслям проникать в нашу голову. У нас же есть все. Нам дан мозг, который обслуживает наше тело. У нас есть мозг, который помогает нашей душе. Нам дан Дух, который слышит голос Духа Святого. Иисус дан нам Слово Божье, дано нам. И у нас есть все для того, чтобы жить успешно. И зрелые христиане должны понять, что за любые мысли их постигнут какие-то последствия. Нет безвредных мыслей, нет мыслей без последствий. И каждый раз, когда ты перестаешь пить из этого источника жизни, из Божьего источника, у тебя в голове появляются отравленные, токсичные, ядовитые мысли. И из-за этого в нашем мозге начинается воспаление, начинают нарушаться процессы химические. От 75 до 98% всех заболеваний душевных, физических, эмоциональных существуют или появляются из-за того, что в нашей голове появляются отравленные мысли. Мы не можем позволить себе больше ныть их ныкать. Мы должны перестать обвинять людей вокруг нас за то, что в нашей жизни сложились проблемы или плохие ситуации. Потому что Иаков уже написал нам, что нам следует радоваться независимо от того, как складываются обстоятельства внутри нас. Вокруг нас. Мы должны постоянно пребывать в этом. Мы должны постоянно пребывать в молитве. Ты не должен, конечно, полностью закрыть глаза на окружающий мир. Ты не можешь отрезать себя от окружающего мира. Но ты должен жить в этом мире, постоянно позволяя Богу управлять твоей жизнью. Потому что если ты не позволишь Богу управлять твоей жизнью, тогда дьявол обязательно начнет управлять твоей жизнью. Потому что мы постоянно живем в окружении каких-то жизненных обстоятельств, ситуаций. И ты не сможешь контролировать ход событий. Ты не можешь полностью контролировать ситуации, которые складываются вокруг тебя. Но ты можешь контролировать свою реакцию на жизненные ситуации и обстоятельства. Твои мысли обладают большей силой, чем та сила, которая обладает жизненной ситуацией и обстоятельств. Филиппийцам 4.8 Божье Слово говорит нам, что мы должны, должны нам думать о том, что чисто, правильно, хорошо. Потому что это производит жизнь. И когда мы не думаем о хороших вещах, то обязательно смерть начинает проникать в наше тело. Когда мы позволяем ядовитым мыслям быть в нашей голове, мы обязательно столкнемся с последствиями. Поэтому мы должны научиться своей мысли подчинять, пленять Иисусу Христу. И мы должны обновлять свой разум, свое мышление. И именно этому наука учит нас, пожалуйста, снова внимание на экран. Вот здесь мы видим то, что происходит внутри нашего мозга. И вот этот отросток является мыслью, которая растет, которая развивается в нашей голове. Именно вот это происходит в вашей голове постоянно, каждый день. На экране вы видите, либо мысль будет черной, либо зеленой. Каждый момент, в течение любого дня, вы сами можете менять свои мысли. Вы не должны быть жертвой своей биологии. Вы можете воспарить над любыми обстоятельствами, над любыми ситуациями. Когда вы пьете из источника жизни. Когда вы на первое место ставите Бога. И изменить и исправить можно что угодно. Вы на самом деле можете справиться с любой вещью. Когда вы пьете из этого источника, из потока жизни. И вчера мы говорили о первом шаге. Я на протяжении 30 лет занимаюсь изучением этой науки, как работает наш мозг. И я помогла огромному количеству пациентов, у которых были проблемы с мозгом, с головой. Я помогла огромному количеству людей, которые не могли учиться, которые не умели общаться. Я помогала людям, у которых голова работала неправильно. И раньше меня учили, что я должна пациентам говорить, вы должны научиться компенсировать. То есть заменять что-то чем-то. Но, став верующей, я уже не могла людей, у которых проблемы, учить, что нужно компенсировать. Я уже должна была начать учить их, как обновлять разум, как обновлять мышление. И я на протяжении многих лет занималась научными исследованиями. Я хотела понять, как формируются, как образуются мысли. И есть пять основных этапов, которые есть на пути формирования мысли. И каждый из этих этапов включает в себя очень серьезные нейрофизиологические процессы. Но точно так же, как Божье Слово Библия является очень глубокой книгой, но Божьи принципы легко применять. Точно так же, наука о мозге весьма сложна, но ее легко применять. И я начала искать способы, как же я могу помочь своим пациентам. И теперь я езжу по всему миру, я пишу книги, у меня есть DVD, и люди получают пользу. Потому что наука должна помогать нам понять, ну как же мы можем обновить свой разум, свое мышление. Итак, я изучаю науку с Божьим подходом. Я применяю эти принципы, я разрабатываю благочестивые технологии, которые помогают нам обновлять мышление, обновлять разум. Я сама пользуюсь всем этим. Мои пациенты все это используют. Мой муж, мои дети, мои родные используют все то, что я говорю. Итак, вчера мы говорили о первом шаге. Мы говорили о том, что нужно проверять качество мыслей. Ты их должен собрать и проверить. Прежде чем ты что-то сможешь сделать, тебе нужно эту мысль взять, ее нужно как бы захватить. Ты должен сам осознать, увидеть то, что происходит в твоей голове. Ты должен все время проверять, что поступает в тебя через твои пять органов чувств. Итак, здесь на этом рисунке наш мозг, позвоночник и пять органов чувств. И я всегда говорю, что, конечно, очень хорошо, что мы на самом деле выглядим не так. У нас не висят наши рот, руки, нос. Мы лучше выглядим. Бог по любви своей сделал нас красивее, чем на этом рисунке. Итак, ваши пять органов чувств – это ваша связь с окружающим вас миром. И через эти пять органов чувств мы начинаем получать информацию о всем том, что происходит в нашей жизни. И вся эта информация проникает в ваш мозг, как электромагнетическая и квантовая информация. И начинается работа мозга. И вы начинаете обрабатывать информацию, обдумывать ее, и потом вы что-то выбираете. И пока вы продумываете, пока вы перевариваете информацию, ведь сначала нужно осознать, нужно научиться понимать, осознавать, чему ты позволяешь проникать в себя через эти пять органов чувств. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? О чем ты думаешь? Какие мысли в твоей голове? Вы знаете, что у вас в голове есть место на самом деле еще на три миллиона лет с плюсом? На самом деле в голове столько свободного места, можно просто неизмеримое количество мыслей еще поместить в твою голову. В твоей голове еще есть свободное место. И на самом деле твоя голова размером вот с два кулачка твоих. Вот у Максима больше мозга. Но это не значит, что Максим умнее. Нет, нет, нет. На самом деле, Максим, ты, наверное, такой же умный, как я, но это уже комплективно. На самом деле мужчины и женщины одинаково умны. Разницы нет между мужчинами и женщинами. Просто Бог дал нам мозг разного размера. У нас одинаково мозг устроен, но размер мозга разный у мужчин и женщин. Потому что Бог возложил на мужчин и на женщин разную ответственность. Мужчины и женщины отвечают за разные вещи. Итак, мужчина думает определенным образом, и женщина думает определенным образом. И если все по-разному, это не очень хорошо. На самом деле это лишь половина целостной картины. Но когда мужчина и женщина вместе, вот тогда будет полнота и завершенность. Мужчина и женщина должны друг друга дополнять. И мужчина и женщина должны быть способны действовать вместе. И наш мозг создан для того, мужской и женский, чтобы мужчина и женщина делали что-то вместе. И даже если ты не женат, и если ты еще не замужем, тебя окружают мужчины со всех сторон, если ты женщина, есть дядя, папа, есть другие родственники. Мы в окружении разных полов. Итак, первый шаг, первый шаг, ваш мозг собирает информацию. И вы должны научить себя, вы должны приучиться проверять качество мыслей, которые проникают в вашу голову. И это позволит и когда информация проникает, из-под сознания мысли выходят в сознание, туда, где ты уже осознанно думаешь. И передняя часть твоего мозга передняя часть твоего мозга создана таким образом, что ты можешь как бы отойти в сторону и посмотреть на свои мысли со стороны. Итак, ты можешь как бы выйти за пределы самого себя и взглянуть на свои мысли со стороны. Ты создан таким образом. И ты можешь пленить вот эти плохие отравленные мысли в послушание Иисусу Христу. Итак, первый шаг, ты должен научиться осмысливать, что вообще проникает в твою голову. Ты должен научиться контролировать, проверять качество мыслей. И когда ты постоянно молишься, Бог будет показывать тебе, что нужно исправить, и Бог покажет тебе, как исправлять неправильные мысли. Дух Святой поведет тебя к истине. Тебе нужно просить Бога, чтобы Он показывал тебе, о чем тебе нужно знать, что тебе нужно видеть. Бог будет показывать тебе неправильные мысли, с которыми нужно разобраться. Но все начинается с того, что ты должен научиться постоянно быть на чеку и контролировать качество мыслей, которым ты позволяешь проникать в твою голову. Каким мыслям? Каким мыслям ты позволяешь крутиться, быть в твоей голове? Итак, как только ты понял, что нужно постоянно быть на чеку, и в мозге сотни структур, и когда начинаются мыслительные процессы, многие структуры принимают участие, начинают двигаться. И нужно всегда помнить, что когда ты стараешься анализировать свои мысли, ты должен помнить, что главное здесь, какой информации ты позволяешь проникать в себя. И ты должен постоянно анализировать, какие структуры появляются в твоей голове, мысленные структуры. Второй шаг. Потом начинаются уже глубинные мыслительные процессы. Мы начинаем глубоко обдумывать информацию, которую мы позволили проникнуть в себя. То, что проникает в наш мозг, начинает перерабатываться уже глубоко. Второй шаг, это уже размышления, или когда мы сконцентрированы о чем-то думаем. Мы, мысли, которым мы позволили проникнуть в себя, мы их начинаем очень серьезно переваривать. Мы концентрируемся, мы начинаем размышлять, обдумывать. Мы уже целенаправленно думаем о чем-то. После того, как информацию собрали, мы начинаем ее прокручивать. Те мысли, которые мы взяли в себя, мы начинаем их переваривать, и они начинают закрепляться в нашей голове. Но мы должны приучить себя держать все эти процессы под контролем. Мы должны сконцентрировано все это обдумывать. Мы должны научиться переключаться со внешнего мира на внутренний мир, который есть в нашей голове. Мы должны научиться держать его под контролем. Мы должны научиться созерцать себя изнутри. Мы должны научиться рассматривать себя внутри, какие мы там. мы должны научиться думать глубоко. На самом деле мы созданы Богом для того, чтобы быть глубокомыслящими существами. Мы должны мыслить глубоко. И так ты должен сконцентрироваться и начать размышлять. И ты думаешь уже глубоко, это глубинные процессы мыслительные. Ты начинаешь размышлять о полученной информации. И вот здесь тебе нужно применять Божье Слово. Уповай на Господа всем сердцем своим. И не полагайся на разум свой. Во всех путях своих познавай Его. И Бог направит твой путь. Ученые доказали, что вот в этот момент, когда мы начинаем глубоко что-то обдумывать, в этот момент наш разум, наш мозг начинает работать на самом высоком уровне. Сотни структур, которые в мозге все на чеку, все работают. структур, на чеку структур, на чеку Когда ты рад чему-то, когда ты чего-то ожидаешь, ты на самом деле на чеку все работаешь. И так же наука показывает, когда мы находимся в этом состоянии, мы на самом деле в этот момент связываемся с нашим Спасителем. У нас осталось немного времени, но мы успеем еще поговорить об этом. Видите вот здесь зелененькая частичка, вот такой шланг, такая трубочка зеленая? Это называется мозолистым телом. И мозолистое тело соединяет две части нашего мозга. Потому что у тебя информация, которую ты получил, все, что ты запоминаешь, хранится в двух экземплярах. Сейчас у тебя создается какая-то мысль и с левой стороны, и там ты идешь от частности к общему. В то же самое время правое полушарие в правом полушарии. Твое мышление уже двигается от общего к частному. И мозолистое тело позволяет вот этим двум картинкам, то есть от частности к общему и от общего к частностям соединяются вот эти два типа мышления. И чем глубже ты думаешь, тем больше трудится мозолистое тело. мозолистое позволяет двум мозговым структурам работать вместе. И мы начинаем думать очень хорошо, голова работает по максимуму. И когда ты сконцентрирована о чем-то размышляешь, это приводит к тому, что ты сделаешь выбор, ты примешь решение. И есть еще две части тела. У нас в голове множество разных структур, но я говорю сейчас о двух. Есть части нашего мозга, которые принимают самое большое участие в этих процессах. Вот здесь над зелененькой трубочкой есть еще такое розовое что-то. Это называется ACG. Мы потом узнаем название. розовая часть которая наверху она как бы перебегает от мысли к мысли. Зеленая частичка позволяет двум половинкам действовать вместе. А розовая частичка она между мыслями как бы бегает. И вот эти части выталкивают информацию в переднюю часть мозга. А вот эти самые сильные мыслительные процессы происходят в передней части головы. И вот где мой палец сейчас вот здесь прямо за глазами вот здесь эта точка вот она. Это называется базальный передний мозг мозг. И вот все увеличивается все нарастает именно в этой части. И это замечательное место это замечательное состояние в котором ты принимаешь решение делаешь выбор. И последнее что я хочу сказать сегодня утром когда ты стоишь перед тем как ты делаешь выбор принимаешь решение Дух Святой тебя в этот момент может направить или враг тебя в этот момент может направить или ты можешь положиться на свое собственное понимание. Конечно когда ты пойдешь за Богом ты примешь мудрое решение. если ты в одиночку примешь решение или дьявол тебе поможет принять решение то появятся отравленные токсичные мысли. Потому что от твоего выбора зависит какая мысль от твоего выбора зависит качество мысли которое появится. Электромагнетические потоки превращаются в физические мысли и ты живешь на основании того какого качества мысли в твоей голове. Потому что эти мысли заставляют тебя что-то делать и эти мысли заставляют тебя говорить те слова которые ты говоришь. И знаете еще что? Когда ты сконцентрирована сосредоточена о чем ты думаешь это происходит почти каждую секунду. через несколько секунд это происходит. И когда мы живем в спешке когда мы постоянно куда-то бежим и когда мы постоянно о чем-то думаем вы знаете мы очень часто лишь поверхностное внимание уделяем главным важным вещам. Мы бываем очень поверхностны в своем размышлении и это не очень хорошо. неправильные мыслительные процессы происходят когда ты в спешке и когда ты поверхности. Но ты должен приучить себя мыслить глубоко. Ты должен приучить себя быть сконцентрированным и уметь мыслить глубоко. И вот в этот момент у тебя появится мудрость мудрость придет. и вот это для тебя должно быть нормальным состоянием. Ты именно для этого и был создан. Я на следующем служении буду еще более детально об этом говорить. И сегодня на каждом служении я буду добавлять что-то новое. Надеюсь вы можете остаться или прийти еще раз. Сейчас давайте все поднимемся чтобы я могла за вас помолиться. Господь благодарим тебя. Давайте поднимем руки к небесам. Мы знаем Господь что когда мы благодарим тебя ты слушаешь. Когда мы прославляем тебя ты рядом с нами. Когда мы поклоняемся тебе ты делаешь что-то для нас. и сейчас Бог Отец я искренне я серьезно прошу тебя и ведь наука показывает что когда человек всего лишь на протяжении 30 секунд молится о чем-то глубоко и сосредоточенно усердно во время 30 секунд молитвы меняется строение мозга меняется наше тело наш организм и каждая частичка нашего мозга контролирует что-то в нашем теле в нашем организме любая мысль которая есть в нашей голове каждая мысль в нашем разуме влияет на каждую клеточку нашего тела и сейчас Бог Отец я искренне молюсь о том чтобы все прекрасные люди которые собраны здесь которые слышат мой голос сейчас пусть они начнут осознавать те мыслительные процессы которые есть в их голове пусть они не позволят непроверенным мыслям проникать в их голову пусть они приучат свой разум пленять все мысли в послушание Христу и я Господь искренне молюсь о том чтобы ты учил свой народ глубоко целенаправленно думать размышлять как сделать так чтобы голова работала правильно работала так как ты предназначил ей работать потому что голова пойдет за указанием разума когда мы думаем глубоко когда наш разум работает когда мы глубоко сконцентрировано о чем-то размышляем когда наша голова работает структуры нашего мозга будут работать как должно и мы будем связаны с тобой и своим разумом мы поймем и последуем за всем тем что наш дух уже знает мы благодарим тебя за это во имя Иисуса мы молились и все сказали аминь аминь благословляю вас аминь аминь аминь